Рубежи нашего государства охраняют и защищают около 200 тысяч пограничников. Эти люди наделены главными человеческими качествами, честью, отвагой и мужеством. 28 июня в администрацию города были приглашены ветераны-пограничники, те, кто испытал великую ответственность за охрану рубежей нашей страны и осознал всю важность пограничной службы. Их приветствовал глава города Андрей Шубин. Я вас хочу поздравить с вашим профессиональным праздником, желать вам всем крепкого здоровья, бодрости, духа, удачи и благополучия, чтобы все было хорошо дома, на работе. И в этой дружной пограничной семье вы ежегодно встречались и отмечали свой профессиональный праздник. В связи с празднованием 100-летнего юбилея пограничных войск была учреждена юбилейная памятная медаль «100 лет пограничным войскам». В торжественной обстановке глава города вручил ее 47 военнослужащим запаса, проживающим в Десногорске и проходившим службу в погранвойсках. Награждение завершилось общим фото с руководством города. Ветеранам, несшим службу на охране границ, всегда приятно, что о них не забывают. Очень приятно, что о наших ребятах, которые служили в отдаленных точках, в очень тяжелых условиях, до сих пор помнят. И заботятся о них и администрация, и САЭС. И вот у нас 15 февраля следующего года будет для нас памятная дата, для тех, кто воевал в Афганистане. Это 30 лет вывода войск из Афганистана. Лично распоряжением председателя Росатома, Лихачевым Алексеем Евгеньевичем, было дано указание о том, чтобы нам подготовили награды, юбилейные медали, посвященные выводу. И вот сейчас, в данный момент, администрация города и руководство станции занимается этим вопросом. То есть мы составляем списки, уточняем и так далее, и тому подобное. Будет награждено около 50 человек. По традиции, десногорские пограничники в этот день побывали на Кургане Славы, где возложили цветы к мемориалу и почтили минуты молчания тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.